Прямо сейчас миллионы пользователей добывают биткоины и даже не подозревают об этом. Специалисты по кибербезопасности шокировали весь мир. Оказалось, самый популярный видеохостинг в мире YouTube заражен опасным вирусом, который превращает каждый компьютер в ферму по добыче криптовалют и просто может взорвать его. Все детали масштабной аферы у Дарьи Ермаковой. Это последствия хозяйственной катастрофы 21 века. В Подмосковье сгорела ферма криптовалют. Сбылся страшный сон всех, кто занимается добычей биткоина или эфира. Но теперь вот так потерять все в огне могут даже те, кто далек от майнинга и скриптов. Сейчас вы зайдете на YouTube, условно начнете смотреть любое популярное трендовое видео и посредством вируса в рекламе ваш компьютер будет майнить. Это не 24 на 7, это только пока вы смотрите видео. Ролики крутятся, биткоины мутятся, но не на ваш счет. Хакеры с помощью специального кода сделали так, что все рекламные ролики на YouTube теперь заставляют компьютер добывать криптовалюту, пока вы их смотрите. И для многих устройств это видео может стать последним, которое они покажут перед тем, как загореться. Он просто будет работать с 100% нагрузкой, поэтому если, например, у вас ноутбук, который в данный момент работает от батареи, то он очень быстро сядет. Если речь о стационарном компьютере, то будет просто потреблять много электричества и будет сильно шуметь. Такой вид мошенничества очень выгоден. Вместо того, чтобы собирать дорогую криптоферму из десятка процессоров, видеокарт и мощных вентиляторов, злоумышленники решили заражать вирусами чужие компьютеры, чтобы они добывали для них электронные монетки. И если вдруг вы заметили, что блок питания нагрелся и шумит, скорее всего, вы стали жертвой криптовируса. По сути, это вредоносный, можно так сказать, скрипт. После того, как появилось подозрение, что это скрипт, надо было всего лишь на стройках браузера отключить выполнение скриптов. Выполнение JavaScript и проблема полностью решалась. Впрочем, есть более простой выход – закрыть все страницы в браузере. Но это только до следующего раза. Хакеров никто не накажет. Нет законодательства, которое бы регулировало эту сферу, потому что у нас еще даже не определились, что такое криптовалюта. У нас даже многие законодатели не понимают, каким образом можно генерировать валюту, используя цифровые коды. Вирус в YouTube – это лишь капля в море. В мировую криптоферму уже превращали Facebook. Сайт фанатов сериалов Showtime и даже портал Сахалинского Минздрава. Биткоины невольно стали добывать все, кто пытался записаться в поликлинику. После обращения журналистов сайт удалили. Но проблема никуда не делась. Дарья Ермакова и Дмитрий Вахницкий. Известия. Специально для РЕН-ТВ.